ДЕТСКОЕ РАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ Привет! С вами Наталья Кочеткова. Сегодня мы будем учиться читать книги без слов и распутывать запутанные ситуации в программе ПОЧИТАЙКА! Вы знаете, что такое тихие книги? Можно подумать, что есть книги, которые шумят и разными другими способами громко заявляют о себе. Нет, конечно, нет книг, которые умели бы кричать. Но согласитесь, что рассказать историю можно множеством разных способов, не только при помощи слов. Мим в фантомиме рассказывает историю при помощи жестов и движения. Танцовщики делают это на языке танца. Художники используют изображение. Вот и тихие книги – это такие книги, в которых нет ни одной буквы, кроме имени автора и названия на обложке. Как же ее можно читать? Спросят некоторые. Читать изображение так же легко и полезно, как буквы. Вы наверняка уже сталкивались с такими заданиями в рамках подготовки к школе. Взрослые просили вас составить рассказ по картинке. И, о чудо, вдруг оказывалось, что это совсем несложно – превратить изображение в слова. Так что тихие книги можно читать так же, как обычные. Это может делать даже ребенок, который пока не научился читать слова и не знает букв. Об одной такой книге я вам сегодня и расскажу. Итак, она называется «А в это время». Ее автор Ольга Фадеева. Она победитель конкурса «Новая детская книга». Вы когда-нибудь задумывались, что происходит в разных частях мира, пока вы прямо сейчас слушаете программу «Почитайка». Где-то в это время день, а где-то ночь. Кто-то плывет на корабле, кто-то спешит на работу или в детский сад, кто-то собирает урожай, кто-то пошел на рынок, чтобы купить продуктов к обеду, кто-то поехал в отпуск и любуется достопримечательностями. В книге Ольги Фадеевой «А в это время» много разворотов с разными сюжетами. На них разные люди из разных стран и народностей занимаются разными делами. Да-да, в то самое время, пока вы листаете книгу. Мне кажется, это отличная игра, тренирующая воображение. Представлять, кто и что может делать прямо сейчас. Вот прочтете книгу Ольги Фадеевой и сможете играть в нее в любое время, в любом месте, даже без всяких картинок. Возрастная маркировка издания 0+. Все дети считают своих родителей лучшими в мире. И это истинная правда. А еще почти все дети уверены, что взрослые никогда не ломаются. Не устают, не болеют, у них не бывает плохого настроения. А вот это, к сожалению, не совсем так. Взрослые, конечно, изо всех сил стараются сделать все, чтобы их дети ни в чем не нуждались. Чтобы им всегда было хорошо, приятно, весело и удобно. Но это не всегда получается. Увы, все-таки взрослые иногда ломаются. Причем бывает, что это происходит без видимых причин. То есть ни температура, ни насморк, ни больное горло и ни завал на работе становятся причиной того, что привычный жизненный уклад нарушается, а что-то абсолютно невидимое. Вроде было все хорошо, а теперь мама лежит в кровати и не может встать приготовить завтрак или пойти гулять. Хотя у нее ничего не болит, тут не обойтись без доктора. Книгу о депрессии написала норвежская поэтесса Гру Дали, а нарисовал Свейн Нюхус. Она называется «Мамины волосы». У мамы девочки Эммы прекрасные, веселые, солнечные волосы. Но когда у нее случается депрессия, волосы тоже грустят и путаются. Эмма и мамин доктор помогают маме и ее волосам снова стать здоровыми и яркими. Возрастная маркировка издания 0+. Итак, я вам сегодня рассказала о тихой книге Ольге Фадеевой «А в это время» и истории Гру Дали и Свейна Нюхуса «Мамины волосы». Послушать программу можно также на сайте детского радио дети-фм.ру в разделе «Почитайка». Приятного вам чтения и до новых книжных встреч!